Всем привет, друзья! Меня зовут Саша Жучкин, рядом со мной Макс Брандт, великий фудблогер. Всем фуд привет! В общем, я вывез Макс Брандта из Москвы в Санкт-Петербург для того, чтобы накормить его едой с улицы Рубинштейна. Макс, что такое для тебя улица Рубинштейна? Вообще, в обычное время это самое главное барная и ресторанная улица Питера, но сейчас локдаун, все закрыто, и это унылая улица Питера, потому что работает только на вынос, и, как я понял, максимум треть заведения. В общем, я думаю, что найдем что-нибудь. Но я называю улицу Рубинштейна самой съедобной улицей Питера. Я предлагаю сегодня пройтись по этой улице, зайти в открытое заведение, которое есть, взять оттуда самые интересные позиции и попробовать нам по очереди. Где-то ты пробуешь, где-то пробую я. Мне подходит, потому что у меня будет кусочек видео, где я буду отдыхать от еды, и это мне очень нравится. И начнем, видимо, с сити-гриль, потому что прям в начале Рубинштейна дом 4, и там есть бургер. Написано вот здесь, что 89 рублей, но сносочка за три штуки. Нас двое, поэтому, видимо, так дешево не получится. Я предлагаю начать с этого места, чтобы я здесь попробовал, а ты попробуешь в следующем. И у меня есть к тебе одно предложение. В общем, в конце этого выпуска, если все получится, я хочу, чтобы мы с тобой посетили одно закрытое место, которое еще никто на ютюбе не показывал. Нету ни одного обзора этого заведения. И хочу услышать твое мнение по этому поводу. Я согласен при одном условии. Если здесь наберется 10 лайков, то мы в конце видео покажем секретное заведение. Не пойдем, получается, 10 не наберется, наверное. 10 наберется. Наберется? Да. Ребята, прямо сейчас 10 лайков, и мы в конце видео покажем вам секретное заведение. Ну что, начинаем есть этот бургер. Я каждое, знаете, как неуверенный в себе человек, буду озвучивать каждое свое движение для того, чтобы сохранить динамику в ролике. Сейчас ты что делаешь? В общем, ну, салфетки. Хорошее количество салфеток. Не такие уж и поганые, как там... Можно купить самые дешевые в магазинах. Крафтовая бумага. Пахнет мазиком. Люто пахнет мазиком. 150 рублей. Хорошая упаковка. Ну, кстати, нормально упаковали. И вот оно. Опа, давай-давай-давай, покажем крупненько. Блин, ну, выглядит сочно. 150 рублей. 150 рублей. Выглядит сочно. Давай чуть-чуть надругаемся и покажем внутрянку. Ну что, огурчики там, котлетка какая-то. Ну, в общем, выглядит, ну, достаточно прилично. А понюхать? Знаешь, что обычно нюхают? Бебру. Первый укус нам что дает? Дает понимание того, что мега толстая булка. Ответа достаточно тонкая. Когда ты кусаешь, ты не понимаешь, что есть ли в этом бургере мясо. Но когда ты жуешь, появляются легкие нотки мяса. Ну, в общем, самое первое – это соус, что бросается во вкус. И он здесь кисло-сырный. В общем, мне как-то не очень по кайфу этот соус. То есть, если бы это был какой-нибудь там классический барбекю, было бы вкуснее. Ну, 150 рублей. Но, с другой стороны, 150. В центре города это тебе не где-то там на парнасе. Знаешь, я вот сейчас буду говорить, не, не вкусно. И в конце уже съем весь и скажу, блин, вот все-таки… Нет, это фишка другого блогера. И вот сейчас вот я второй или третий раз кусаю. Какая-то горечь прям. Может быть, это от того, что мясо там местами где-то пережарено. Может быть, из-за соуса или из-за лука. В целом, они очень сильно промахнули соус. Ну, прямо очень слабенький. Хоть истебальный сколько? Ну, пять. Пять? Да. Ну, горечь. Горечь все испортила. Поганая горечь. Итак, друзья, у меня к вам вопрос. Как называется верхняя и нижняя часть бургера? Кто знает, обязательно напишите в комментариях. И по ходу сегодняшнего выпуска у меня будет еще несколько интересных вопросов к вам. Поэтому смотрите полностью. Возможно, кому-то это спасет жизнь. Красавчик. Друзья, хочу порекомендовать вам Тинькофф Платинум. Кредитная карта с кэшбэком и кредитным лимитом до 700 тысяч рублей. Я пользуюсь этой картой не первый день. И сейчас расскажу вам о ее преимуществах. Не платите проценты по кредитке. До 12 месяцев за покупку техники, одежды и других товаров в рассрочку. 120 дней за погашение карты других кредитов. До 55 дней за любые покупки по карте. Быстрое решение о выдаче. Нужен только паспорт. Банк в мобильном приложении, пожалуй, самый лучший, каким я пользовался. Проверяйте баланс и оплачивайте услуги. Получайте помощь в чате 24 на 7. Удобное пополнение и снятие в любых банкоматах. Бесплатно пополняйте кредитку наличными или переводом с других карт. Кэшбэк до 30% бонусами. Один бонус равен 1 рублю, которую вы можете тратить на компенсацию покупок. Например, в ресторанах, кафе, барах, фастфуде или при покупке ЖД-билетов. Бесплатная и быстрая доставка карты по всей России. Но самое главное, если вы заполните заявку на оформление карты по ссылке в описании до 22 ноября включительно, то ее обслуживание будет бесплатным навсегда. Вне акции обслуживание стоит 590 рублей в год. Ну что, мы приблизились к фудтраку, да, это? Можно назвать фудтраку? Да, да. Бургеры, кофе, бургер, синдикат. Макс, сегодня тот самый день, когда тебе не нужно будет платить за еду. Ох, наконец! Поэтому выбирай все, что хочешь за 100 рублей. Спасибо. Но перед этим я хочу сказать, что мы прошли половину Рубинштейна, и вот реально все закрыто. То есть это второе заведение на всю улицу пока что, которое выдает с собой. Потому что все вот эти вот бары, все ресторанчики, они посчитали, что неликвидно в локдаун работать. Давай возьмем чизбургер, классику. Хотя смотри, есть чизбургер, а есть сырный. То есть это разные вещи. Возьмем чизбургер, чтобы посмотреть, и я бы знаешь, что взял. Все-таки хот-дог студент. Ну что же ты студент? Вот именно, вот именно. Да, вот этот. Ну ладно, ну бери, я оплачу, честно. Бери, говорит, я оплачу, очень удобно. Будьте добры, студент, хот-дог и чизбургер. Слушай, Санетчик, а ничего, что я взял две позиции? Ну все-таки смотри, 200 и 140, это 340. Прикинь, а потом на карту, пожалуйста, в такси поедешь. Давай только за студента. Бургер все-таки тебе платит. Ну ладно, ладно, только никому не говорим. Хорошо. Ну чисто питерская тема. Зашли прямо за вот этот же футтрак, и теперь будем здесь хвавать. Студент, игрушку новую нашел, не думал, не гадал, а девочку мою увел. Те, кто понял, ставьте лайк. Мы хотим в итоге 25 лайков, потому что уже 20 есть. Ты планку сильно не задирай. Итак, студент, 140 рублей. Цена адекватнейшая, потому что во всяких там, знаешь, около Творцовой площади стоит, так вот эти вот, знаешь, что... Санкт-Петербургер. Санкт-Петербургер, да. Там по 200, бывает 250. Это обычный датский хот-дог. Не пис датский, как у... Как вы сами знаете... Главное, как говоришь, чтобы вначале не было слова му. Это я сейчас не понял. Если вы поняли, пишите в комментариях. Сосиска, написано свинина, говядина. Кетчуп и не горчица, а горчичный соус. Представляете, горчичный соус. Чтобы это не значило. Видимо, горчица разбавленная с манезом. Приятный отпечаток от дырели, это плюс. О, ну, кстати говоря, на холоде очень приятно, тем более с такую цену. Тепленькая. Недорогая. То есть она не прям дешевая, но из таких, из среднего сегмента. Не суперклассная, но за 140 рублей в центре, а что и на улице в холоде, вообще приятная есть. А что внутри сосиски, покажи. А, сосиска. Да, то есть как бы, не бумага, не то, что они переработали салфетки. Хотя, блин, тоже горечь. Тоже горечь реально вот на послевкусие. Видимо, это фишка дешевых каких-то продуктов. Ммм, кстати, знаете, что может быть? Может быть сейчас мало посетителей, потому что все закрыто. И там вот масло прогоркло. То есть оно может быть там, типа, с вчерашнего дня или как-то, то есть оно прям реже меняется, потому что меньше поток. И может быть оно горчит, кстати. Что будет, если кипяченое масло, которое я налил уже в сковородку, прыснуть обычной водой? Три! Слушай, ну выглядит нормально. Нормально. Съедобно, адекватно. Это вот те слова, которые можно применить. Ммм, соусы горечь нивелируют. То есть вот сейчас не чувствую. Сейчас как раз-таки кетчуп, горчичка, булочка пошла тоже. И слизистка. Вот все, что нужно. Классика. Классика, еще раз, что? Правильно, классика. Если вы студент, если у вас есть 140 рублей, и вы здесь, можно взять. То есть это не стыдно, это не провал, это неплохо. Знаешь, я хочу сказать, что для меня самый вкусный хот-дог в масс-маркете был в KFC. Это когда? В Питере в KFC хот-доги продавались там с халапешками, можно было взять двойную. Да, где-то, наверное, полтора года назад. Кто помнит, обязательно напишите Максу в личку. Ты че, он забыл? Обращение к Никите Петрееву лично. Никитка, ты помнишь, чтобы в KFC были хот-доги? Либо меня глючит, либо ты че-то путаешь. Не, 100% помню, но я люблю их просто. Никит, вот прям ждем тебя. Если Никита в течение часа выхода ролика не напишет, пишите ему в директ, чтобы он сюда пришел, потому что мне очень важно. От нуля до десяти, давай вот такую градацию. Если объективно говорить, а не то, что я пробовал у Дружи вкуснее за тысячу рублей, то шестерка-семерка, даже так. Если, конечно, мы говорим, что мы хотим наслаждаться, ну, конечно, 4-5 все-таки, но объективный это норма. Ну что, как думаешь, спасет ли положение чизбургер? 200 рублей дороже на полтос, чем твой тот. Вот, крафтовая бумажка, конечно, уже вся в соке, но, с другой стороны, это плюс, значит, он сочный. Здесь тоже максимальная классика. Булочка с кунжутом, салат, огурчики, котлетка, кстати, тоже. Тоже выглядит намного вкуснее, чем тот, прям. И котлетка не стыдная по виду, то есть она поджаренная, она при этом такая вот тоже сочненькая. Видим сырный соус и видим еще сыр. То есть это не просто как в фарше соуса налили, это еще. Где-то подвох сейчас будет. Да, 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 здесь на самом деле все. Итак, если там была свинина, говядина, здесь 100% говядина, так написано в меню. За ваше здоровье, господа. О! Что, горечь? Нет, нижняя булка такая холодная, полуразмякшая. Я вам кушу с более сухой стороны, потому что как-то я, на удивление, котлету суховато. То есть насколько она вот на вид хороша была. Ну, домашняя котлета. Если, конечно, надавливать, то хорошо. Но с другой стороны, может быть, это просто булки много. Давайте откусим только нижнюю булку и котлету. Да, да. Еще раз да. Булочки тоже многовато, потому что, смотрите. Сейчас, сейчас, подожди, это очень важный момент. Даже так. Не хочется придираться к чизбургеру за 200 рублей, но булки здесь немало. Хотя, с другой стороны, опять же, котлета, она стандартная. И булка тоже стандартная. Просто вот как-то, знаете, подсушивает булочка вот это все. Неплохо, не ужасно, не мрак, не цедомия. Просто обычный, дешевый, нормальный чизбургер. Все-таки, хот-дог, я думаю, что понасыщенней, поярче. Возможно, бургер посытнее за счет мяса, сыра и соусов, но прямо вот если выбирать, прямо сейчас, прямо здесь, я бы еще раз съел хот-дог. Хотя бургер, ну, опять норм. По десятибалльный, ну, опять же, там, 4-5. 10, 5. Такая же, как у меня камера. Короче, поскольку у нас появилась камера, я предлагаю зайти в это место. Бургер и Крапс. К сожалению, Александр не зайти, а подойти, потому что все закрыто. Но я думаю, что даже на вынос работает промокод на скидку. Макс Бранд. Вот приятно приходить в заведение, где тебя ждут и помнят. Это смотри, прямо меню, удобно. Что здесь хочешь? Ну, поскольку мы в бургер и Крапс, я очень хочу окрошку с крабом. Ну, слушай, бургеры уже были и у тебя, и у меня. А окрошечку я еще помню с лета. Ох, ребята, те, кто не смотрели ролик, обязательно гляньте. Вот там вот мы брали, и там она вкусная, холодненькая. Понятно, что летний вариант, но я думаю, сейчас тоже будет вкусно. У окрошки нет сезона, вот как я говорю всегда. Опа, ребята, вот это золотой фонд в цитатах. Так, ну чего, окрошку, и после этого я предлагаю забежать сразу через дорогу во Фрэнк. Байбастер. Хорошо, и у меня такое предложение. Давай скинемся пополам на окрошку, все-таки 500 рублей. Согласен, дорого, плати полностью. А мы хотим окрошку с крабом одну. Хорошо, одну окрошку с крабом, без напитков. Без ничего, у нас еще скидка по правоходам от Гранд. Все, прошу. Все-таки я рад, что мой стикер висит на этом заведении, потому что они все четко сделали. Смотрите, во-первых, есть где поесть. И бургеры, стрит-фуд, и даже основные блюда, которые мы заказали. Плюс огромнейший. Стоят две печки по двух сторонам. И они реально работают и дают тепло. Реально греют. То есть вы можете здесь вкусно поесть изнутри согреться и снаружи. Ну, то есть вот мы всю прошли Рубинштейна, серьезно. Во-первых, открыто всего там 8-10 заведений вообще на всю улицу, самую ресторанную. И первое заведение, где так уютно. К сожалению, это не реклама заведения. Я уже намекаю восьмой раз, но они говорят, нет, есть скидка. Есть и по своей скидке. Но очень круто. На самом деле огромный молодцы. Урн про Бринштейна нет, а вот здесь, пожалуйста. Вот это круто. Это спасибо, это респект. Вот такая вот штука. Окрошка с крабом. Блин, ну это окрошка на кефире, по-моему. Ну да, не на квасе уж точно. Блин, ну я, конечно, думал, что она будет на квасе. Ну что? Ну, блин, лето. Понюхайте. Фантастический аромат. Полиция запаха едет, потому что это слишком противозаконно. Не, ребят, здесь одна из самых вкусных окрошек с крабом. Может быть, даже самая вкусная из тех, кто я пробовал. Неплохие такие конвертики со всеми причиндальчиками. Да, да. И самые дешевые ложки. Я бы сказал, они очень недешевые. Они прям плотные. То есть, их можно вот так вот делать. А можешь вот так сделать? Ну, нет. Это я пока не могу. О! Чё, чё? Хорошо. Как же хорошо. Как же солоноватость на рецепторы бросается. А где краб? Вот он. Как же кислит приятно. Ну, вот та самая крошка, которую раз захватил и ожидаешь пока новой порции, новой ложки. Я не очень люблю на кефире, но здесь такое ощущение, что это даже не кефир, а что-то другое. Маштан. Да. И на вкус она достаточно приятная. Плюс, что хочу отметить, одно из самых главных для меня в окрошке – это нарезка. То, как нарезаны ингредиенты. Здесь они нарезаны мельчайшим образом. Ох, вот знаешь что? Давай поменяемся. Ты съешь подряд 10 ложек и кайфанешь, а я буду развлекать народ. Давай. Потому что вот сейчас я понял, когда перестал есть… Ты ешь, ешь. Ага. Я понял, когда перестал есть, какой же это вот кайф в целом. Какая наполненность, какая душистость. И, хоть и суп холодный, но изнутри все равно согревает, потому что понимает желудок, что что-то в него вкусное ворвалось, и он начинает работать, работать и выделять тепло. Кайф. Кайф, вот. Ну, ну, как, как, как. Все, перестань пока. Пока перестань и почувствуй. Вот, вот, вот. То есть как бы нарастание, 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 отпускаешь. И вот кайфушка. Если будете в Питере, нужно, нужно попробовать же, да? Обязательно. Кстати говоря, да, я думал, что летом только хорошо, но осенью вообще шик тоже. Плюс этого места, что здесь вкусно, здесь удобно есть. Даже в локдаун. Да. И в том, что здесь тепло. Ну, здесь такое ощущение, что тебя ждут и готовят для тебя с любовью. Еще и скидка по промокоду MaxBrand. Ну, я считаю, что это лучшее заведение, в котором нам сегодня удалось побывать. Сто процентов. Но у нас еще Фрэнка. Точно. Кайф. Ну что, Максим, мы приближаемся к Фрэнку. Уже приблизились. И что ж. Знаешь, что я подумал? Во-первых, мы как-то уже поднаелись. Это раз. Во-вторых, я уверен, что люди, которые под нас ели, тоже доели. Поэтому, может быть, не сегодня. У нас еще секретное место, мы обещали. А Фрэнк мы... Давай сделаем во второй части. Ну, можно. Сколько нужно добавить лайков, чтобы вышел ролик с Фрэнком? Ну, смотри, сейчас есть 25. Я думаю, что x10. То есть 250 лайков. И мы сделаем второй выпуск с Фрэнком и другими заведениями. Договорились. А сейчас отправляемся в секретное место. Мы приближаемся к секретному месту под названием Чайная. И, Макс, расскажи зрителям, где это место находится. Перекресток Невского проспекта и набережной реки Фонтанки. А Ничиков мост позади. И мы ищем вторую арку справа. С золотыми ручками. С золотыми ручками! Да, по секрету вам скажу, что эта арка вообще закрыта. Для того, чтобы попасть в эту чайную, нужно сначала позвонить админу. Ну, чайному мастеру, короче. И он вам откроет, встретит вас и вам откроет. И там будет просто незабываемо. Сейчас покажем, что. Да, вы такого стопудово не видели, потому что... Ну, для того, чтобы открыть такое место, нужно разбираться в этом. А вот и наш чайный мастер. Мы подошли в чайную по адресу Фонтанка, дом 38. И сейчас мы вам все покажем. Добро пожаловать, друзья, в чайную. О, тут Макс Бранд сидит уже. Всем привет! Привет, Макс, а ты что-то делаешь? Привет! Я вас буду рассказывать. Самый дорогой чай, представленный у нас чайный сейчас, это Шанпуэр 2017 года. Он стоит 160 тысяч рублей за 357 грамм. То есть ты сейчас просто ценники, да, называешься? Просто рандомные, как я понял? Ну, конечно, я отбалды. Нет, ну, серьезно. Эта чай стоит и в Китае этих же денег. Эта чай стоит реально 160 тысяч. Но чем он хорош эта чай, что он стоит этих денег? Это часть древних поэрных деревьев, лучшей фабрики в Китае, которая сейчас принадлежит, около 65% всех деревьев чайных провинций Лао-Банжан, деревни Лао-Банжан. Блинчик 3 килограмма! Сергей, что это за блин? Это блин от нашего любимого мастера Ван Боши. Это, блин, микс деревьев древних садов банджановского сырья. Этот чай, опять же, надо пробовать. О нем сложно рассказывать. Вообще про чай очень сложно рассказывать. Сколько стоит? 180 тысяч за 3 килограмма. 180 тысяч! Ну, 3 килограмма вам хватит, ну, на пару недель точно. Ну, на недельку точно точно. На недельку-две, ребята. 3 кило прямо топового от Ван Боши. Да, это, конечно, точно. Да, на чай возможно купить в разлом, Макс, за 7 тысяч рублей 100 грамм. Знаешь, мне кажется, что зрители, которые сейчас смотрят этот выпуск, думают, что какие-то просто рандомные слова в предложениях, то есть какие-то деревья, что-то непонятно. Вот ответить на самый простой вопрос. Что будем пить сегодня? Сейчас мы попьем какой-нибудь шен-пуэр, который выберете вы. Я думаю, что это будет большой золотой лист из также деревни Лао-Банжан от мастера Ван Боши. Ну, поскольку, давай, мы тут отчасти тебя рекламируем, давай самый дорогой чай нам все равно. Да, поэтому я его и рекомендую. Это моносырье со 700-летнего дерева. Моносырье, а можно, чтобы было стерео? Угу. Ну, выглядит он как чай. Не больше, не меньше. Сколько вот этот чай стоит? 90 тысяч за блинчик. 357 грамм. 90 тысяч. Цена в Китае на данный блинчик 250 тысяч рублей, либо 21 800 юаней. Ну, понял. Ну, цены, вряд ли, наверное, кто-то попробует такой чай, поэтому можете посмотреть и просто кайфануть. А можете прийти, записаться и прийти к нам в чайную и попить этот блинчик за 7 с половиной тысяч рублей. Что? Такие цены, 90, 150, 7 тысяч. Что так дешево? Вы что, работаете в минус? Исключительно. Сейчас ты будешь делать там чайную церемонию, да? Да. Давай, для тех, кто не знает, что такое чайная церемония, как ее проводить. И вообще, можно ли пить чай, не проводя чайную церемонию? Конечно, можно. Понял. Спасибо. Просто в этот момент хочется сказать, что чайная церемония – это в целом немножко около туризма и придумано не совсем китайцами. Скорее всего, чайную церемонию привнесли японцы. Как говорят сами китайцы, чайная церемония начинается ровно там, где заканчивается хороший чай. То есть, для того, чтобы была чайная церемония, нужен хороший чай? Нет, наоборот. Хороший чай можно пить без чайной церемонии и без антуража вокруг этого всего. Да, я понял. Сейчас, для тех, кто не знает, что Сережа будет прогревать посуду, проводить чайную церемонию и включимся в тот момент, когда мы уже будем пробовать чай. Хорошо. Ну что, вот такой вот Питер Макс. Да, выпуск заканчивается. Вторая часть будет, если вы наберете нужное количество лайков, а именно 250. Я надеюсь, погода будет получше. Хочется сказать – это Питер, детка. Большое спасибо всем, кто посмотрел этот выпуск, все, кто потратил свое личное время. Мы это очень ценим. Спасибо за вашу активность, за ваши лайки. Ну а нам сейчас нужно каким-то образом добежать с центра до ветеранов. Побежали? Да. Поехали.